ЕС еще никогда не подвергался столь жестокой атаке. Франсуа Жири Лимонде, Франция. 8 августа 2018 года. Еще никогда с момента своего формирования Европейский Союз не был подвергнут таким жестоким нападкам со всех сторон. Под угрозой сегодня находится само его существование. Операция, которую ведет по большей части Дональд Трамп, разворачивается на четырех фронтах. Иран, торговля, оборона и миграционная политика. Трамп не стал обращать внимания на настоятельные призывы ЕС и вышел 8 мая из Международного соглашения по иранской ядерной программе, которое было подписано в Вене в июле 2015 года. За этим решением последовали возобновления американских санкций и угроза вторичных карательных мер в отношении государств, которые продолжат инвестировать в Иране после 4 ноября. Конечно же ЕС отреагировал. Закон о блокировке 1996 года призван нейтрализовать экстратерриториальность американских санкций, тогда как Европейский Банк развития должен оказать поддержку работающим в Иране предприятиям. Запланировано также формирование своеобразной страховой компании, которая бы представила гарантии представителям среднего и малого бизнеса, вкладывающим средства в Иран. Тем не менее все эти меры вступят в силу не раньше, чем через год. Именно поэтому уход французских предприятий принял вид беспорядочного бегства. Государство ЕС не в силах сохранить соглашение 2015 года, которое в своей изначальной форме уже отжило свое. На саммите Большой Семерки 8 и 9 июня была открыта объявлена торговая война. Эммануэль Макрон назвал ее абсурдом. Международный валютный фонд опасается мировой рецессии в 0,5% к 2020 году. Но Дональду Трампу все равно. В этой сфере Великобритания стала целью беспрецедентного вмешательства. До избрания Трамп приветствовал Брексит и поддержал популистскую партию независимости Соединенного Королевства Найджела Фаража, Нигель Фараги. Сегодня американский лидер грозит Терезе Мэй пересмотром двусторонних торговых соглашений, если та не займет жесткую позицию по Брекситу. С учетом особых пунктов в этих договоренностях, речь идет в частности о передаче технологий, шантаж действительно представляется довольно серьезным. Двойственная позиция Трампа что касается оборонной сферы. Накануне саммита НАТО 11-12 июля президент США бесцеремонно позволил себе усомниться в суверенитете Германии по отношению к России, заявив о ее энергетической зависимости с аргументами в виде необъективной статистики. В целом, здесь все по-старому, США отказываются финансировать безопасность Европы, которой следует больше тратить на закупки американского оружия. Ни о каких европейских преференциях не может быть и речи. Резкость последних заявлений связана с двойственной позицией по отношению к Европе не только Трампа, но и Джона Болтона с его послушниками неоконсерваторами, которые вот уже 20 лет не перестают презирать европейцев из-за их предполагаемого малодушия, у них якобы больше нет желания и возможности вести войну, и выражат враждебность к способному потягаться с США потенциальному полюсу силы. Наконец, администрация Трампа пытается сыграть на европейских разногласиях по миграционному вопросу и стремится к развалу традиционных политических партий вне зависимости от их направленности. Новые американские послы открыто поддерживают ультраправых популистов в Италии, Германии, Великобритании и Центральной Европе. В этом наступлении Трамп не одинок. Все выглядит так, словно другие великие державы объединяют силы, чтобы развалить Евросоюз. Встреча Трампа и Путина в Хельсинки 16 июля стала символом опасного сближения по этому и другим направлениям. Дело в том, что у России появляется возможность ослабить экономического соперника и политического противника. Путин видит в происходящем возможность для перезапуска своего большого проекта евразийского пространства. Кроме того, он может поквитаться с ЕС, который ввел санкции после вторжения в Крым и поддерживает киевское правительство в борьбе с донбасскими сепаратистами. Раскол ЕС делает невозможным рывок вперед Китая же, судя по всему, делает выводы из ослабления Европы. В прошлом он призывал к формированию европейской державы, которая бы способствовала бы развитию многополярного мира и стала противовесом для США. Сейчас же Пекин осознал неспособность европейцев добиться стратегической автономии и проводит маневры, которые объективно ведут к их расколу. Раз проект нового шелкового пути не снискал особых успехов во Франции и Германии, Китай развивает инфраструктурную программу с государствами Центральной и Восточной Европы. Ответственность за кризис лежит отчасти и на руководстве С, которое упустило переход на более высокий уровень державности, то есть к стратегической и политической автономии в ключевых областях, отсутствие общей внешней политики, проволочки с европейской обороной, отсутствие общей финансовой и валютной политики. Евро так и не стал операционной резервной валюте. Все валютные резервы до сих пор на три четверти состоят из долларов. Наконец, европейское руководство не в силах сформировать долгосрочную стратегию в миграционном вопросе. В результате ЕС столкнулся с первым для себя экзистенциальным кризисом. Трамп назвал ЕС своим врагом. Следовательно, Трамп – враг ЕС. Ему нужно дать отпор по всем четырем направлениям атаки. Но разногласия между членами ЕС, и слабость по отношению к американской экономике и зависимость в оборонной сфере делают невозможным ответ в едином порыве. Поэтому остается сплотить ряды вокруг тех, кто на самом деле заинтересован в сохранении суверенного ЕС. Кто сможет стать этим лидером? Достаточно ли Тандема Меркель-Макрон для переосмысления союза? Европа интеллектуального развития, высоких технологий, чистой энергетики и устойчивого развития сегодня оказалась в роли жертвы. Подобно Османской империи XIX века, она предстает больным человеком. Точка Европы. Продолжение следует...